МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Алроса вышла на рекордный уровень алмаза добычи". Это новости в прямом эфире в студии Юлия Великодная. Лучи дарят добро Ленску. Итоги недели добра в нашем выпуске. Подвиг Героя Советского Союза, жители Алдана, помнят и чтят Мартына Теплякова. В эфире новости. Алроса по итогам 2017 года вышла на рекордный уровень алмаза добычи. Такой объем был в последний раз зафиксирован в 1990 году. Компания добыла почти 40 миллионов карат алмазов. Об этом Владимиру Путину доложил глава компании Сергей Иванов. В ходе встречи обсуждались результаты деятельности алмазодобывающей корпорации до 2017 год и январь текущего года. А также планы работают на перспективу. Иванов сообщил, что Алроса продолжает оставаться крупнейшим налогоплательщиком в бюджет Якутии. Налоги в бюджеты всех уровней составили свыше 66 миллиардов рублей по прошлому году. Компания выплатила также рекордные дивиденды около 22 миллиардов рублей в бюджет республики. Соответственно, федеральный бюджет также около 22 миллиардов. На месторождении Тамтор в Якутии больше не обе и редких металлов, чем у мировых лидеров по добыче. Вопросы об освоении Тамторского месторождения обсудили в парламенте республики. На заседание побывала и наша съемочная группа. Находится месторождение Тамтор на северо-западе республики, в пределах Оленёкского улуса. Изначально его жители были против проведения работ, опасаясь радиоактивного воздействия. Но на участке периодически проводится измерение радиационного фона, в которых участвуют и представители компании «Восток Инжиниринг» и члены Улусного общественного совета. На текущий момент нами подготовлена техника экономического обоснования разведочных кондиций. Материалы этого обоснования сданы в Государственную комиссию по запасам в городе Москве. Сейчас идет экспертиза этих материалов. Мы ожидаем в мае-июне месяце защиту этих материалов, постановку запасов на баланс. После чего в этом году мы планируем начать разработку проекта смертной документации. Разработана дорожная карта освоения месторождения. Логистика проекта предусматривает транспортировку руды до морского порта Хаттинга Красноярского края. Оттуда судами по Северному морскому пути и до перерабатывающих предприятий железнодорожным транспортом. Путь считается наиболее коротким и безопасным. Пролегает через населенные пункты и особо охраняемые природные территории. В 2019 году мы планируем завершить разработку проекта смертной документации, пройти государственную градостроительную экспертизу, государственную экологическую экспертизу. Строительство ГОК, строительно-монтажные работы можно начинать только после разработки утверждения проектной документации. Соответственно, это 2020 год. Переработку руды планируется осуществлять в городе Краснокаменске из Абайкальского края. В первую очередь продукция с месторождения будет направляться на усиление обороноспособности страны. Кристина Якупова, Павел Пахомов, Якутск. Резиденты Тор-Кангаласы распространят инновационные технологии пожаротушения. Сегодня в окружной администрации провели совещание о системе пожарной безопасности. Как отметили специалисты, ввиду устарения многих зданий и объектов, неисправности электропроводки существует опасность пожаров. В основном именно по причине неисправности электроприборов происходит возгорание. В прошлом году в Якутске произошло 368 случаев пожара. Хоть статистика и показывает, что благодаря слаженной работе всех служб эти показатели с каждым годом снижаются. Управление МЧС в прошлом году в столичных домах установили 44 сигнализации. Резиденты Тор-Кангаласы, компания Саха-Синасталь планируют начать производство установок пожаротушения. Мы являемся резидентом Кангаласского Тора и открываем производство пирохимики, инновационной технологии пожаротушения. Сейчас самая актуальная, но всегда была актуальна пожарная безопасность. И мы надеемся, что эта продукция будет очень помогать нам по обеспечению пожарной безопасности. Создание инфраструктуры на участках многодетных семей в Мирном. Известную в республике проблему журналисты обсудили с главой города Климом Антоновым. Сегодня в Мирном участке по ДЖС выделены 110 семьям. Это в районах Услэп и Заречный. По словам Клима Нестеровича, собственники земельных участков в Услэп смогут полноценно в них жить со следующего года. Газ, вода и электричество будут подведены с помощью Фонда развития моногородов, который заинтересован в создании новых рабочих мест в близлежащих от жилых участков строящихся предприятиях. У нас только проходит время СЭКов. Призовой фонд и наши предприниматели поддерживают. Что касается Заречного, то в следующем году мы тоже планируем электрифицировать полностью, свести лес, дороги тоже отсыпать. Также в этом году мы введем корректировку газового проекта. То есть мы из города будем ввести туда газопровод. Я думаю, что в следующем году мы уже сделаем первый этап этого газопровода. Мы разделили на три этапа. Первый этап – это полностью магистраль до Заречного и разделили Заречный на три участка. Скорая для Айхальской больницы – подарок от Фонда развития моногородов. Автомобиль оснащен всем необходимым для оказания услуг на выезде. Напомним, что поселок Айхал вошел в количество 360 моногородов России. В рамках реализации программы муниципальному образованию было выделено 4,5 миллиона рублей. На эти средства выполнили реконструкцию фонтана на площади Фонтанная, а также заасфальтировали придомовую территорию по улице Энтузиастов-2 в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды. Пожилым подготовка и проведение мероприятий для волонтеров Ленска 2018 – особенный год. Целый год в России посвящен добровольческому движению, а пока там подвели итоги недели добра. Александр Мешков – учащийся технологического техникума. Это искренний и открытый парень, готовый всегда прийти на выручку тем, кому в этой жизни труднее и кто нуждается в помощи. Юноша с добрым сердцем является волонтером Лучей Ленска уже год. До того, как им стать, Александр делал добрые дела в одиночку, помогал пожилым соседям по хозяйству и чистил снег во дворах. Я ходил просто в микрорайон у нас звездный. Я ходил по домам и помогал бабушкам чистить снег. То есть раньше моя бабушка даже договаривалась с кем-то, что я приду, почищу, все будет бесплатно и так далее. Юлия Серкина занимается волонтерской деятельностью так же, как и Александр, чуть более года. Но за этот, казалось бы, небольшой срок девушка внесла большой вклад в организацию городских и районных мероприятий. Сейчас с улыбкой вспоминает, как волновалась перед первым. Сегодня волнения уже нет. Волонтерство стало неотъемлемой частью жизни Юлии. Ну, я считаю, что я должна ходить на волонтерство, потому что для меня это как что-то, что я должна делать, потому что мне это хочется делать. Помогать людям, ходить в те же реабилитационные центры, в дома престарелых. Мне это очень нравится, и я люблю этим заниматься. Каждый из нас в той или иной ситуации пытается как-то отложить все свои дела и прийти, помочь. Как признаются ребята, каждый из них имеет своих подопечных, которым они стараются оказывать помощь постоянно. В основном, конечно, это пожилые, одинокие люди. Им ребята помогают по хозяйству, чистят снег, ходят в магазин и просто разговаривают о жизни. Добро нельзя измерить, взвесить, сосчитать. Все ребята молодцы. Добрые дела они делают от всего сердца. Хочется, чтобы это стремление не пропадало у них никогда. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Год здорового образа жизни объявлен в Нюрингринском районе. Таким образом, здесь приоритетное направление государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, сбережения здоровья у взрослого трудоспособного населения, продление качественной жизни у пожилых людей, достижение качественной профилактики и раннего обнаружения заболеваний. В плане работы более полусотни пунктов. Форкомитет планирует ряд массовых мероприятий и акций. В них в числе спарринг-тесты, спартакиада, руководители оленей гонки, соревнования по национальным видам спорта и веселые старты. Помнят и чтят героя Советского Союза Мартына Теплякова, жители Белоруссии, Тюменской области и Алдана. В 2018-м исполнилось 100 лет со дня рождения Мартына Пантелеймоновича. О семье, жизненном пути и подвиге героя алданские краеведы рассказали нашим коллегам. В честь него названа одна из улиц в центре Алдана. Его имя увековечивает мемориал славы. 10 января 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения героя Советского Союза Мартына Пантелеймоновича Теплякова. Мартын родился в деревне Дронова Тюменской губернии в семье колхозника. В 18 лет вслед за старшим братом приехал на север на алданские золотоносные прииски. В 40-м году отправился в армию. Мартына на фронт отправили не сразу. Его труд золотодобытчика требовался в тылу. На передовую он попал осенью 41-го. В октябре 43-го 5-я рота, где служил Мартын, форсировала реку Днепр. 19 контратак было отбито. И он сам 40 офицеров и солдат в рукопашном бою уничтожил. 15 января 44-го года Мартын Тепляков получил звание Героя Советского Союза. А 30 января в возрасте 26 лет погиб в бою в Белоруссии, где и был похоронен. Данных о герое мало. Сотрудники Алданского музея связались с краеведами родной деревни Мартына. Выяснилась интересная деталь. Отец Героя носил имя Кирияк. Отчество же Мартын Пантелеймонович получил от дяди. Отчество Пантелеймонович ему досталось от брата его отца, потому что он геройски погиб на японской войне. Это как бы был обычай такой в той деревне. И поэтому Мартын Пантелеймонович. Подвиг Мартына Пантелеймоновича Теплякова связал в единство три уголка. Родное Дроново, Северный Алдан и местечко в Белоруссии, где павший смертью храбрых был упокоен. Героя всюду помнят и чтят. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алдан. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В шесть...